Продолжение следует... Как бы... Что сказать вам по этому поводу? Да, сказать нечего. Конечно, тут номинальный фаворит во встрече это команда из Sky в Швеции. Они... О, боже. Одну секунду. Они явно в последнее время показывали гораздо лучшие результаты, чем Маус Спортс. Но Маус Спортс тоже на подъеме. Там Керриган хорошо приигрался с Зониксом в составе. Но эти парни показывают неплохой КС. Но, если честно, Нюк, Мираж и ДАС-2. Вот вам карты. И мне кажется, что шансы все у команды SK Gaming. По крайней мере, на первую карту Дэнюк. На Мираже немцы могут показать неплохую игру. Кстати, вот выход Апланты сейчас всех принимают. SK. Ну, как бы ждем. Ждем Миража. Я просто очень больше хочу посмотреть Мираж в исполнении SK и Маус Спортс, чем какие-то либо другие карты. Но, тем не менее, полуфинал это полуфинал, это полуфинал чемпионата мира. Поэтому давайте смотреть за тем, что будет сейчас происходить. Еще один Эко. Ребят, наверное... Нет, Эко не будет. Сейчас будет бай. Нужно кое-что настроить в микрофоне. А так все будет нормально. Что скажешь, у кого больше шансов? Ну, я же уже сказал, да, что шансов больше у SK. Но, знаете, я почему-то думаю, что где-то при определенных сложившихся обстоятельствах Маус Спортс могут дать жесткий бой. Потом уже Клантек пофиксим. Да и, в принципе, не мешают мне эти палочки перед никами. Ну что, Керриган, Зоникс, Гобби, Ниндзя и Роман. Керриган, это состав немцев, Керриган из Дании, Гобби. Он немец уже, в принципе, уже, по-моему, имеет гражданство, но он турок. Ну и команда SK из No Good, он же Forrest, GetRight, Delpan, Robben и Face, все представители Швеции. И смотрим, подсадка прошла, Гобби залетел. Так, часто любят это делать немцы. И сделал минус, забирает GetRight, а сразу плюс один. Люблю эту подсадку на козырек. Очень красиво она выглядит. Ну и смотрим за развитием атаки. Все равно, когда жив Forrest, когда вообще живы игроки команды SK, тут рано говорить, что раунд будет выигран. Они даже в меньшинстве очень смачно могут играть. И сейчас вот тому подтверждение. 2-2 ситуация минус от Delpan. Ниндзя 1 на 1. Бомбу контролит Forrest. 61 хелс остался. Не попал он в Ниндзю. И Ниндзя сейчас, я думаю, этот самурай сейчас ему устроит пробежку по нюку. Хотя Forrest все читает, вылетает, видит. Не попал все равно в Ниндзю. 100 хп по-прежнему у немецкого игрока. Стекла бьются. Forrest, Plenty. Ниндзя вот тут в балконе. Вот она голова. И сейчас тут кого-то убьет. Ай, как он зацепился. Но что-то зафейлился Ниндзя. Пытался серклом отпрыгнуть. Но подпрыгнул на месте. И раунд за командой SK. Сейчас у Маузов. Кстати, может быть бай, может быть эко. Ну, давайте посмотрим, если эко. Тогда я ненадолго отключу микрофон. Если бай. Тогда еще посмотрим. Вот сейчас там решают как раз данный момент, походу немцы брать им или не брать. Да, пошел, пошел бай. 3-0. И игра продолжается. Будет что-то еще интересное. Возможно, будет что-то еще интересное. Ну, давайте смотреть. SK. В пленте принимают. Фейс на передней. С флешкой отфлешивает. Делпан минус дал. И у нас минус от Фореста. Минус от Гитрайта. Гоби. Как мы видим, что сейчас попросту перестреливает SK Маузпорций. Маузпорций, по-моему, не готовы к таким скоростям. Нужно еще быстрее быть. Еще точнее. Но пока все сложно. 4-0 за SK. Ребята, 30 секунд. Минута молчания. Сейчас все нормально. Тафа лагает. Но сейчас лагать уже не может. Вот сейчас уже как раз лагает уже не из-за меня. Дружище. Я еще раз на всякий случай проверю. Сейчас проведу спид-тест свой. У меня уже интернет вроде запилился. Но я проверю. Точно не буду врать. Сейчас проверю, что будет происходить. На секунду отключаю микрофон, пока эко немцев. Сейчас он закончится, кстати. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. ДимаTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Все, ребята, вернулся. Нужно было подключить там... Немного переподключить микрофон. Надеюсь, он сейчас не этот... Не шумит вам, не шипит. У нас раунд взяли Mousesport из-за этого. Но там все было просто для немцев. Но сейчас в очередной раз они натыкаются на эту... Безумную стрельбу в исполнении SK. И 6-1 счет в матче. SK Gaming легко пока что выигрывают. И я думаю, они тут будут пытаться вообще очень плотно защищаться. Там 13-2, 12-3, 14-1 будут пытаться сделать. Но... Сложный выбор карт. Для Mouses. Ну и Нюк, Мираж. Об этом говорят. Ну, Нюк, понятно, без шансов. На Мираже, конечно, у немцев шансов побольше. Третья карта, вы не поверите, ДДАС-2. Более-менее классическая карта будет все решать. У нас на Б уже вышли... Значит, на А пытались выйти Mousesports. Ой, тут немножко тупят шведы. Они не понимают. Там стояли и халдили за будкой. Там целая куча. Один в будке был у датских игроков. Ну и посмотрите, сейчас отыгрывает Forest. Все это дело по-прежнему халдят немцы. Ну вот пошел выход. Сейчас тут будет карать всех, конечно же, Forest. Гитрайт спину жмет. И Робан уже в трубе. Подбирается Плент. Есть инфа. Понимает Форест, что все. Враги на точке. Гитрайт обходит уже в спину. И Робан готов к трубе. Ну, тут от Гитрайта будет действовать. Он пока что дальше всех от Плента находится. И как только он подойдет, начнется бешеный десант. Все. Гитрайт начинает заходить. Все. Дает инфу у будки. Получает хэт. Поднимается уже Робан в эту секунду. Forest выходит. Ну, хорошо. Стоялись немцы. Второй раунд для Мауспортс. И все-таки, наверное, не так все круто будет для АСК. На Нюке, чем я говорил. Все-таки сейчас борются немцы. И, конечно, они будут делать все, что можно. Ну что, кто-то ставит уже 16-6 на ИСК. Посмотрим, как сработает твоя ставка. Гобби с Керриганом дали минус. Ну, там Гобби, точнее, дал сам минус. Я думал, сначала прострел, но нет. Потом показалось. Эка раунд у ИСК. И вот уже третий раунд для Мауспортс. Такое, ну, не супер... Для нас, по крайней мере, не супер интригующее, не супер жесткое начало в этом матче. В общем, но, знаете, все равно, мне кажется, будет чувствоваться какой-то превосходство СК. И Маузам нужно будет сделать нечто немоверное, чтобы вообще выиграть такой полуфинал и пройти в финал. Все-таки, я бы сказал, что пока еще Маузы не то, что недостойны, знаете, я бы сказал, не готовы к финалу чемпионата мира. И им еще нужно немножечко прокачать свою игру. Ну, а команда на подъеме. И сейчас команда вот проверяет как раз свою готовность. Готовы ли, могут ли побороться за выход в финал. Сейчас все и увидим. Ну, пока что прострелы у нас тут. Ничего серьезного не происходит. Фейс перед открытой дверью. Сейчас будки контроля. Там нельзя с другой стороны. Маузы пока ничего особенного не делают. Тут прошивают, бегают по крыше, прошивают Аплент. Вот на улице, по-моему, нет на крыше Гобби пополз. Низа перед дверью, Роман, подсадка. Ну, сейчас через улицу будут проходить. Тут Get Right 1. Сколько стоит участие в школьной лиге? Тяжелый вопрос. Ну, посмотрим. Да, там вообще сегодня какой-то бешеный день. Челси проигрывает. Шахтер проиграл дома. Там второй раз за всю историю. Челси проигрывает. 1-0 после первого тайма. И еще и в девятером играет. Да и Манчестер Сити он порадовал. Выиграл Манчестер 6-1. Ну, кого порадовал, кого нет. Да. Безумная заруба Na'Vi M5. Что еще сегодня происходило? Датчане выиграли у Na'Vi 16-4. Веселенький денек. Ну, вы видели, что произошло. Форест, по-моему, все-таки три минуса сдал со своей позиции. С малого ящика на рампах. И причем очень четко раздал. 7-3 в пользу СК. Ну, и пока... Сведы чуть не сказал. Пока шведы играют намного... Я бы сказал, все равно лучше Мау Спортс. Тут даже дело не в стороне. Там сильное, слабое. Вот здесь видно, что уверены в своих действиях сейчас. СК знают, что делать, куда бежать. Но Мау Спортс пока что с лоу-раундами очень долго тошнит. Очень долго прошивает. И потом медленно. И по черепаше пытаются выползти. Ну, это, в принципе, только видимость. Конечно же, во второй половине все может быть по-другому. Вот точно так же Маузы могут прикольно защищаться. Ну, нам, конечно, стоит досмотреть первые пять раундов. Последние пять раундов. Первая половина. И там уже будет точно и предельно ясно, что, как и почему. Посмотрим за Долпаном. Он перед дверью простреливается. Фейс, кстати, получил минусы. Он в будку зарашил. Зачем он то сделал? Непонятно. Граната Долпана. Уже улицы двое проходят. Гитрайт посмещается на улицу. Будет смотреть. Там как раз два игрока готовы с ним постреляться. Зоникс уходит, по-моему, с улицы. Роман близко. Долпан. У него очень опасная позиция. Сейчас ему нужно вот так вот будку принимать. Но есть хлпа в пленте. Это уже радует. Гитрайт ушел с улицы. Наверное, зря сейчас. Потому что именно улица сейчас будет заходить. И Долпана на улице может сбрить. Как Ниндзи раздал! Слева, справа. Минус от Гитрайта. Выход Аплент. Два в три. Но остался это Форест и Гитрайт. Поэтому посмотрим. Гитрайт успел двоих забрать. Форест при стройке в дымы. Гитрайт девять. Форест слева не увидел. Дула. Смотрите, жмет. И никого не убивает. Нет, одного забрал. Убил Керригана. Знаю, где Гитрайт. Роман красный. 15 секунд остается у немцев. Ну, он тут, наверное, надо на Б. Да, смылся Роман на Б. Гитрайт забивает. Забивает, честно, Роман на Зоникса, который побудет из канала, наверное, идти. И, видите, он уже на Б. Гитрайт уже на Б. А Зоникс пока еще пытается поймать Гитрайта. Гитрайт уже там... Сейчас Романа будет минусовать уже, по-моему. Он уже в канал пришел. Сейчас Зониксу будет очень печально. Зоникс пойдет в канал. И Гитрайт... Ну, в принципе, читал ситуацию. Но, видите, повезло. Видит одного. Сейчас канала его должны минуснуть. И, да, да, берет раунд Зоникс. Хорошо, потащили Маус Спортс. Смотрите, я вот так говорю, что какие-то медленные улитки Маус Спортс, но все-таки 4 раунда за атаку у них уже есть. И, по сути, это хороший результат, хороший показатель. Могут еще больше взять. Смотрим на деньги сейчас СК. Да, походу, там слив, и это 7-5. Ну, как бы может получиться очень интересный нюк. Минус трава на минус от ГОББИ. Ну, тут спокойно. Спокойно для Маузов берут 5-ый. И, знаете, такими темпами мы тут можем еще до конца сидеть вечера, по-моему. И, в принципе, тут может получиться очень долгий матч, как по мне. Можно, можно здесь бороться с Маузом. Знаете, сейчас я так смотрю. У них все-таки неплохая игра уже. Они очень сильно за последние 2 месяца поднялись. Ну, я уже повторяюсь. Ладно. Смотрим концовку и ка раунду. Что делать вообще Маус Спортс? Они не только пришли под Аплэн. Окей. Билпан и Форест тут, кстати, с двумя деглами. Минус от Керригана. Минус от Фореста. Еще Фейс жив. Все, забирают Фореста. Фейс минус у Спай. Двое выходит на него. 7-5. И всего 2 раунда. Всего 2 раунда между командами. Минус от Керригана. Ну что, первый контакт прошел. Ого, забрали и Фореста, и Робана. Посмотрите, пробиваются рампы. 3-5. Минус от Керригана. В меньшинстве СК прошел Двое панцовки. Одного пробегающего. 3-4. Продолжение следует. Тафф, не молчи, пугаешь Не, не молчи, ребят, не переживайте Я уже тут в предвкушении завтрашнего полуфинала Навиагейн И тут у меня очень много спама по этому поводу Приходят, пишут, спрашивают Когда, что Ну что, фейс один Он уже сейвится, это 7-6 И знаете, Мау Спортс по концовке показывает нам на нюке Что на самом-то деле К игре с СК они более чем готовы И если они сейчас выиграют нюк, ребят У них будет большой шанс И отличный шанс выйти в финал Потому что, знаете, все ждут немецкого миража И все хотят посмотреть немцев на мираже Почему-то мне уже очень много человек Сказало, что именно немцы Должны там показывать хороший результат Потому что они уже последний сезон лиги Для два сезона отыграли на этой карте Ну, посмотрим Взрывается бомба 7-6 становится счет в матче Фейс сейвит кольт Непонятно, кстати, что сейчас будет по экономике у СК Нужно ждать Ждать ответа от игроков команды Диггл пошел от Фореста По-моему, кто-то купил флешечку А, это был фейс Ну и это эко Это эко от СК Сейчас могут сравнять счет сейчас с Маузы Немцы подсобрались Флешка Дверь Какая-то страшная дверь открылась Флешка закрылась Роман, минус фейс Сейчас будет выход Сейчас пойму, гобби ломанется Нет, отошел назад Зоник Ай, ворвался Делпан, гобби ждал выход Пять в три Ну, должны делать 7-7 Да, должны сейчас делать 7-7 Эти лютые немцы Молодцы все-таки Мауз Спортс Я, если честно Ну, вот такой хорошей игрой от них не ждал Я ждал, что может быть борьба Но по концовке все равно выиграют СК Ну, а сейчас Мауз Спортс просто с самого начала Берут СК в ежовые рукавицы И показывают им, что сладкой жизни Не стоит ждать этим шведам И что полуфинал будет проходить не только под диктовку шведского КС Здесь немцы тоже непростые Явно непростые игроки Смотрим за роббаном Минус от гобби Форест и Гитрайт вдвоем Гитрайт подсадили на рампах Ну, в принципе, пусть он там и остается Да, это 7-7 В матче Маузы сравнивают счет Первая карта полуфинала И, в принципе, полуфинал сегодня будет один Второй полуфинал Нави и Гейн играют завтра Это чемпионат мира Electronic Sports World Cup Проходит в Париже И кто-то пройдет дальше Кто-то завтра сыграет Значит, за третье место А кто-то сыграет завтра в финал На сцене Разным настроением Команды к завтрашнему дню подойдут Я имею в виду Мауз Спортс и СК Ну, и сейчас нужно увидеть Тоже все-таки круче Тоже все-таки тут самый крутой По улице мы смотрим сейчас Мауз Спортс по улице По-моему, будет проходить их атака Ну что, уже пошла перестрелка Гитрайт на улице по Коцаной Забил его Гоби В пленке фейс С гранатой готов удержать врыв Но там на долпана пошли Там вообще в контакт пошли вплотную И сыграли хорошо немцы Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой Маузы Маузы как люто сдают на нюке Ну, мы помним, уже были нотки у СК Еще с того момента, как поляки их обыграли на нюке Поляки выиграли у них там один финальчик Было такое Ну и с того момента как-то СК начали не то, что сдавать Но остальные начали догонять форму Приходить в хорошую форму Я имею в виду Нави, Агейн М5 подтянулись Маузы подтянулись Фины подтянулись Знаете, по концовке года все очень интересно Но сейчас Сейчас Маузы попросту переворачивает эту встречу Потому что то, что было вначале И то, что сейчас Это абсолютно разные вещи Я уже беру свои назад слова Потому что Тут могут ребята очень легко 2-0 просто выиграть этот полуфинал Я говорю про Маузпорт Если сейчас Получится зацепиться за Денюк Что-то мне говорили с микрофоном было Ну, надеюсь, что нормально Тафу Мышей, Роман, Кэп Я сейчас не знаю, кто у них там Кэп Кто может руководить этим коллективом Ну, не знаете, у меня больше ощущений Ну, либо Роман, либо Гоби там могут Могут взять все это дело в свои руки Явно не Зоникс, явно не Кэрриган Явно не Ниндзя, скорее всего Скорее всего, Роман все-таки Хотя Кто его знает Ну что, нам, видимо, придется немного подождать Видимо, придется немножечко подождать Потому что мы видим, что ребята сразу не собираются играть дальше Так, микрофонит Ну, сейчас отключу Настрою Ждем возвращения ИСК На карту Ну, так же и Маузпорт Сейчас, конечно, очень долго будет обнимашки устраивать Настраиваться Ну, и самое главное Мы должны узнать победителя Сегодняшнего полуфинала И уже завтра с мыслями о финале Болеть за команду НАТО с Винцер Ну, хотя, да, о финале лучше не думать, наверное, завтра Сначала надо разобраться с поляками ТАФАДИЯ ТИКС ТИКСа там давненько в этом составе нет Он там где-то Межевался по командам Где сейчас игрок я, честно Не могу вспомнить даже Ну, все Возвращаются игроки на сервак 8-7 Пользу Маузпортс По-прежнему счет в этом матче Он не менялся В принципе, у нас была такая пауза Может быть, кто-то отходил Напоминаю, что у нас полуфинал И это по-прежнему первая карта СК проигрывает Маузом И сейчас СК будет атаковать А Маузы будут защищаться В принципе Сейчас все может пойти Таким, знаете, образом Таким путем Что Маузы могут выиграть Нюк Если они будут тупить Если знают, что делать Если готовились Но немцы обычно К каким-то турнирам готовятся Плотно И они могут показывать Очень хорошие, красивые результаты Красивую игру Поэтому, знаете Мне очень интересно Что будет дальше Что будет у второй половины Ну и вообще Жду с нетерпением Ре-стартов На этот матч Ну что, давайте смотреть Да, понеслась Три рестарта И гол Привет, Казани Да, окей Хорошо Заметил сообщение Тафф, ты бы хотел Чтобы Мауз Спорт затащили Ну как? Да, я бы хотел бы Чтобы Мауз Спорт затащили Чтобы их потом покарали В финале Не знаю На самом-то деле Мне все равно Что Мауз Спорт Что СК Лишь бы 2-0 Вот что я могу сказать Нет Ну, смотрим Полуфинал Это хорошая игра Хороших команд Супер напряженной обстановки Происходит Опять же В хорошем Красивом месте Таком, как Париж Такие игры идут На самом-то деле Редко Поэтому у нас есть шанс Посмотреть за полуфиналом И мы И мы с вами В принципе его смотрим Его нужно смотреть Может быть что-то новенькое И увидим В конце концов Как Маузе Обыграли СК на нюке Открывается дверь Зоникс Готов принимать улицу Знакомый пистолетный раунд Кстати Ну, смотрим Загоняют сейчас Романа Гоби минус Делпан Перестрелка с дверью Гоби Он забирает там Фореста Уже плюс один Для игроков Мауза Прыгает ХЛТВ 2 в 2 Керриган Зоникс Детрайт Робан Но я вижу Что ситуация Неплохая На самом-то деле Для Для Маузов Главное тут сейчас Просто по стрельбе Разобраться Зоникс Хорошо унесется С стрельбой Как он четко Разобрался Над Робаном И Детрайтом И вот пожалуйста 9-7 Важнейший раунд Выигрывают Маузы Почему он важнейший Потому что это пистолеты Потому что Не было поставлено бомбой Поэтому у ИСК Сейчас большие проблемы Ну и Опять же Есть деньги Как для защиты Это очень даже ок Ну и счет 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 пошел 7 раундов до победы Мауз Спорт сейчас Будет просто делать Все что можно Чтобы выиграть эту карту Ну и у них Может получиться У них Может Легко получиться Все это дело Вообще Очень просто На улице Пытаются отстрелить Шуршит иногда Мне подсказывает Микрофон Ну хорошо Сейчас он В принципе Не шуршит Выход на рампу Не трайт Последний Здесь Под дом Ой все Под стеклами Точнее 10-7 Ну наверное Все таки Все таки Волевую закупку Сделают ИСК Да Калаши Бай Смотрим на карту Куда пойдет ИСК Очень важно Им сейчас Взять первый раунд За атаку Чтобы зацепиться За игру Но если Мауза берут Одиннадцатый Дальше Это уже 12-7 Знаете Там по чуть-чуть По чуть-чуть Можно и вытащить Можно и вытащить И передавить Так Луганску привет Вот от Раш Фокс Не знаю Правильно Прочитать Сори Братан Итак Двое улица Форест и Доупан Фейс Дверь накаляет Посмотрите Фейс уже дал минус Забрал Зоникса Гобби в канале Робан и Фейс Красные Ну как бы Пока в меньшинстве Знаете Но не в обиде Мауза Вот тут сейчас решится Что будет на рампах Потому что Гитрайт Уже сверху вышел Они пока еще Об этом не знают И он уже смотрит налево Ой Гобби Какая шара 36 хп И он сразу же с первой пули Ставит хэдшот Гитрайт Ну может быть не шара Может скил Но в любом случае Немного повезло 4 на 4 Уже ситуация Плюс Робан и Фейс Красные На трубу Да ракету Да ладно Вот это Просто олдскул Отправляют на ракету Ниндзю Всадник на ракете Нет не ниндзя Кто кого подсадили Гобби подсадили Вот он гобби Такого самого большого Подсадили Свалится Проломает Ниндзя минус Перед будкой Минус 2 Минус 3 от Керригана Из ноу гуд Последний Форрест Минус от Керригана 11-7 за Маус Спортс Нету бомбы снова И как бы Была только что Валевая закупка Эко Эко УСК Ну начинается 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 Жесть На первой карте Полуфинала Маузы В 5 раундах От Того что они поведут В счете На этой карте Ну я бы сказал бы Что уже в 4 раундах На самом то деле Все таки вряд ли СК сейчас тут с глоками Нарулит на Апленте На ниндзя будут выходить ХЕ Флешки Под флешки Видишь Минус 2 Минус 3 Видишь ниндзя Тебе тут можно Никого не убивать Потому что тиммейты Делают все за тебя 12-7 12-7 4 раунда до победы Ну вот теперь По идее Может быть даже Два бая подряд Сейчас увидим Что там придумывает СК Но игра Игра интересная Продолжение следует... Ниндзя Готовит флеш на улице А кто... А, он Романа будет Этой флешкой выпускать Вот смотрите Роман здесь в ангаре Если что Его отфлешивает ниндзя Зоникс над будкой Керриган Губи Сейчас пойдут мутить Что-то на подсадку Будут мутить Смотрите Губи пошел наверх Все Он уже здесь Форест Подходит к будке Ой, извините Промазал Даже вот он сейчас Только подходит к будке Две хаешки в водку Не слишком по код Слотом кого-то из атаки Уже никого и нету Мансуется переда Пока что СК еще по-моему Не решились Куда же все-таки Будет идти выход Пытаются понять Где меньше игроков Куда будет лучше Выйти На Б Ой, а что ж там на Б Губи нужно включать Срочно Минус подсадки он делает Сейчас ему нужно Да, отбегать Минус от зоникса Все на А стягивается Зоникс там хорошо воюет Дым дали На Б Зоникс забирает Делпан Губи пытается прошить Делпана в упор Роман сейчас будет На морозе залетать в точку Не дал ему это сделать Делпан Минус Так, СК исправляются Тут, конечно, важный минус Сделал Делпан Минус от Керригана Минус от Губи Все, знают где последний Он где-то пода Три красных 4.8.9 хп 4.8.9 Сейчас может быть Мувик от Гитрайта Минус один Нет, идеально вышли Сразу одновременно Тут Гитрайт бы Ему только, знаете РПГ какой-то в руках Необходимо Было иметь Из второго Квейка Чтобы взять такой раунд Потому что Ну, больше шансов никаких 13.7 Ну и, наверное, тайм-аут Наверное, тайм-аут Потом посмотрим Думаю, что тайм-аут Берут из СК И сейчас будет обсуждать На Не очень простом Шведском языке Ну, как для нас Наверное, для славян Да не только Я смотрю, вся Европа Там говорит Да Со шведами играть прикольно Но, черт возьми Трудно говорить На этом языке Ну, в общем, они там сейчас Что-то обсуждают И что-то мутят Они решают Как им Переломить Ход матча Как им победить В конце-то концов В этой игре При таком счете Знаете, тут три раунда Уже всего лишь Ну что, пошла игра Мы, в принципе С вами чуть-чуть Позже узнаем Что же решили Эти ребята Из команды СК Гейминг И что они будут делать Дальше Потому что Вопрос По-прежнему Один Смогут ли сейчас Собраться и потащить За атаку И сказать Так, Гитрайт Где Гитрайт У нее сейчас будет контакт Нарывается в дым Хочет замочить кого-то Ну тут никого нету Ну теперь уже есть Ну все С первой попытки Раунд берется После походу тайм-аута Может быть это не тайм-аут был Может быть там мышка отошла Потому что слишком быстро Все это было Ну опять же За счет чего За счет чего Берется раунд Идет Гитрайт Делает минус 2 И все После этого Почти вытащили Хотя смотрите Что происходит Минус от Нинси И Гоп-Би подрезает двоих Ну просто слишком мало ХП у Ниндзи И его сейчас Тут просто Форус Гитрайт Там разорвут 13-8 Пять раундов Между командами Первый раунд За атаку За СК Я просто По-прежнему Смотрю за Гитрайтом Потому что он именно Будет опять решать Что-то непонятно Что происходит В раунде Что-то немцы Начали исполнять Он Гоп-Би Сейчас очень неплохо Здесь Поджал игрока Ниндзя Может сейчас дать минус Да тут есть Тут есть Над ним Прямо фейс Прямо над ним Прямо над ним И прямо его даже слышно Вот он фейс И Где же раунд Моей мечты Ниндзя Где же раунд Моей мечты По-моему Он сейчас тут получит Он слышит фейса Но он не понимает Где он А фейс Время над ним был Роман Сейчас может умереть Так Проблема здесь У ниндзи Все Ого Нет не все Что залепил Роман Минус робан Минус фейс Он сейчас сам ржет Наверное В истерике Вместе с командой Моу Спортс Ааа Вот такая ситуация Форест ему говорит Иди сюда Рома Иди сюда Но Рома как знает Ой граната Смотрите что это пойдет Ого 17 на 16 Ну немножко ответил Форест поднялся Не слышал просто Шьет И Роман берет раунд 1 в 3 14 в 8 Вот это бонус По морали Для Мау Спортс Два рауна до победы Маузов на первой карте А потом будет мираж На котором Почему то Многие Отдают предположение Ну многие мои друзья Знакомые Отдают предпочтение Маузам Вот так вот То есть Если они сейчас Выиграют нюк То знаете Если Все так действительно Говорят То действительно Будет сложно Сейчас команде Мауз СК И они могут просто 2-0 по картам Отлететь На Аплент Выход Эко Не дать Коль Да ладно Да Ну В принципе Знаете На СВС Вообще В этом году Все прикольно Вот Первая карта Первый полуфинал Первая карта СК Мауз И уже такие Довольно веселые Результаты Веселые раунды Веселые качели И еще Эко Маузпорт Сейчас будет Неужели АВП Будут покупать Либо так Действительно Все плохо По экономике Либо решили На АВП Сыграть Непонятно Зачем вам АВП В защите Вообще На Нюки Нужно Не Не думаю Что будет АВП Просто Плотный Бай Плотный Бай И Будут пытаться Тащить Так Таф Выведи В эфир На Ави После игры С М5 Ну Это Наверное Вот Даже Догадываюсь Какой-то портал Снимал Хочу Посмотреть Но Как-то Как-то Залеплю Очень легко Пока что Для СК Проходит Это Антиэко Всех Разорвали Минус Нули Керриган Один остается Не стрелял Он долго В Робана Нет Тут бомба Стоит Как раз На пристройку Поэтому Он бы В любом случае Дефос Не сделал 14-10 Ну Вот Теперь Есть девайс У Маузов И будет Первая попытка Закончить Как можно Быстрее Эту игру Выиграть 15-й А за ним Последний Потому что Если сейчас Не выиграет Денюк То Может Можно и Проиграть Все-таки Мираж Я все равно Несмотря на все Предпочтения Команды Мауз Спортс на Мираже Я бы сказал 50 на 50 Да и вообще Шведы По дефолту Эту карту Должны Очень круто Играть Поэтому Все-таки Вы меня не слушаете И моих друзей Вы лучше Лучше ждите Мираж Следующую карту Бомба стоит Спокойно Выходит Аплент СК Знаете У меня сейчас Такое появляется Впечатление Вот какое-то Складывается Что все Вот все Все Наступил Переломный момент Маузпорт Ничего не могут Сделать Защить Их начинают Ломать Но это Наверное Временная Видимость Возможно В следующих Раундах Маузпорт Исправит Ситуацию Ну Сейчас Непонятно Три девайса Сейвят Маузы Гитрайд Делпан Остаются живы И вот Да Теперь уже точно Три девайса Одиннадцатый раунд Для СК Ну и Что Все-таки Потащат Или нет Потащат Маузы Или нет Вот самое Главное Сейчас Определить Так За ниндзя Нет На него Не пойдут Сейчас Хотя Пытались Пытались В эти избытки Нет Там Есть Гитрайд Выход Ну Уже Мочи Мочи Шведов Я уже За немцев Начинаю Болеть Хотя Мы должны Их Не очень Сильно Любить Было Очень Много Машны Вот именно Мауз Спорт Украинскими Командами Но Что-то Мне сейчас Хочется Чтобы Мауз Победили Делпан Или Фейс Ну Чтобы Либо Нави Либо Полякам Было Легче В финале Смотрим Смотрим За развязкой В принципе Хелсам Лучше Для Команды Мауз Спорт Но По позициям Пока что Все Намного Лучше Для СК Сейчас Роман Сразу Не сдаст Минус Бомба Стоит Ич И дает Минус Все Фейс Один Вот Теперь Нормально Потому что Если бы Двое Осталось Живо И Они Где-то Спрятались Там Где-то На нуле То Конечно Было бы Тяжело Искать А вот Сейчас Когда Всего Лишь Один Игрок Можно Диффузить Все Нашли И Прикрыл Роман Сразу Не дал Фейс Прыгнуть В туннель Там Добить Игрока Диффуз 15-11 4 матчпоинта Что происходит Маус Спортс Тащит Матч Это же Чемпионат Вашей мечты Маус Спортс Это же ЕС ВЦ Язь Надо Тащить Надо Тащить Ну Наверное Маус Сами Так Ну Хотя Ну Как Конечно Ждали Но Я Я Не Ожидал Все равно Я Все равно Давал Большое Предпочтение Особенно На Нюке Команде СК Но Увы У Маузов Свой план На СВЦ Так Че там Вообще Мутят Шведы Так Подсадка Что Какой-то Там Подсадили Сейчас Будет Прошиводей Сейчас Будет Быстрый Выход На А Через улицу Прошивают Девять Нет Прошивают Б Быстрого Выхода Пока Нет Там Один Форест Только Быстрый На скале Остальные Отмораживаются Хае На дальнюю Дал Никого Цель Не покоцало Смотрим За продолжением Детрайт Уже Спускается Вниз Да Спускается Вся команда СК Гейминг Выход На точку Гитрайт Делпан Губи Губи Давай Тащи Уходит В трубу 3ф3 Ситуация Выходит На Выходит На Маузы Губи Живи Братушка Как ты так Вот позволил Себе В трубу Залезть Это твоя труба Ты король Этой трубы Минус от Романа 2 в 2 Прыгнул ХТВ Роман 1 Все Раунд Не берется Хотя Опять же Роман Такой Роман АЕ Близко Форест И Робан Форест Робан В канале Форест Робан Уже ставит Плант на Б Легко Легко Сейчас для СК 15-12 Знаете Тут еще Как бы Увертайма Не было Тут еще Парочку Раундов И СК Может быть И подсоберутся На концовку Этой игры Так Что у нас Со мной Ютубе Периодически Проверяю Как тут Видео Заливается По прежнему Не знаю Очень долго Как на Навиа Москва 5 Не знаю Очень уж Долго Льется Этот матч У меня Только вторая Карта На половину Точнее Третья Залилась Вторая На половину Еще и Первая Заливается Навиа М5 Что-то Да Что-то Сегодня Сентроват Вообще Туговато Ну ладно Это не самое Главное Самое главное Как сейчас Идет Полуфинал Акраунд У Маузов Но это 12-13 Сейчас посмотрим Доби Ниндзя Сейчас тоже За ним Сейчас идет По очереди Знаете По одному Такие Заходят Щамы Щамы По одному Заберем Аунд Нет 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 Ничего Не получается 13-й Для СК И Ну по сути У Маузов Будет Вот Этот раунд И Последним Еще Какой-то Там Волевой Бай Можно Сделать Но Не в полной Невайсе Я думаю Будут У команды Поэтому Лучше Завершать Маузов Игру Сейчас Иначе Можно Перевести Все на Овертайм И проиграть Встречу Вообще Тогда Конечно Они уж Сильно Расстроятся Походу СК Что-то Вообще Супер Замут Какой-то Решили Сделать Далпан СВП Прошивает Дверь Минус Отгитрайта Минус Ниндзя Открывается Дверь Гоби Минус Робан Форест Минус Гоби Форест Минус Оникс Какой Жесткий Форест Он просто Вытягивает Пока что Эту встречу Керриган Также С ВП Минус Плэнти На двери Еще есть ВП Там Далпан Роман В 9 Ну давай Керриган Не-не-не-не-не Тут просто Его закидали Гранатами Роман Дал Минус Слышит Слышит Керриган Справа Игрока Контролит Роман Сносит 1 на 1 Керриган Знает Что здесь Игрок И попадает Не попадает Второй раз И третий раз Попадает Все-таки Красавчик Игрок Команды Маус Спортс Керриган Ну он единственный Не немец В команде Он датчанин Ну и выдели С трудом Но он все-таки Забил игрока За углом И 1-0 Счет серии В пользу Команды Маус Спортс Вот такой Поворот событий